Есть у нас, смотри, набросок, и много набросков реалистических, да, вот таких. Как просто человек, да, обычный реалистический. Но вы знаете, что реализм же как-то скучноватен уже. Поэтому так хочется как-то стилизовать человека, ну, хотя бы вот так, как Гигамян это сделал. Его зовут Валерий Гигамян. Мы были на его выставке вчера. И вот мы, знаете, так взъерепенились чуть-чуть, потому что, ну, сколько можно причёсанное искусство иметь. Сейчас вот голова, да, голова, шар, да. И этот шар имеет своё какое-то ощущение дотрагиваемости до воздуха. Вот так, допустим, вот нос, да. Рубим нос, глазницы. Глазницы – это впадеды, да, нос. Перевёрнутый параллелограмм. Рот, да, допустим, да, подбородок, скулочка. Мы не боимся ничего делать в искусстве такого, что будет неправильно. Хотим делать неправильно, да. Вот ты пробуешь, Вал, стилизовать человека? Ну, я думаю, что вот надо опереться на наброски, которые уже в какой-то мере стилизованы. Они у нас есть в той или иной степени стилизации, да. Стилизации или, по крайней мере, то, что в студенческом варианте называется, там, обрубовка, да, упрощённый вариант. Ну да. Схема, схема части тела человека, головы там и так далее. Вот, поэтому опираемся на это. Но хочется не просто, как бы, схемы учебной. От учебности мы должны найти путь к стилизации. Ту, которую делал именно, ну, вот, тот же Гигамян. Да, да, врубель делал свою стилизацию. Врубель своя стилизация. Ну, они вот перекликаются, да, он похож, он что-то брал ее отрубеля наверняка. Вот, вот я свой нашел набросочек такой. Вот я хочу его еще больше стилизовать. То есть, стилизовать это что значит? Где-то что-то обобщить до такой степени, чтобы оно вышло на символ. Вот, на символичный какой-то рисунок. Мы же вечно-то причёсываем, делаем красоту. А ведь, чтобы понять человека, вот как Леонардо его понял, как его поняли в эпоху Возрождения, они же выходили откуда? Они же выходили из морга, да, допустим, Леонардо, Микеланджело. Они выходили из морга в состоянии, я только что трогал человека, как неживое существо, и я знаю, из чего он состоит. Вот, допустим, я вот знаю, что здесь лопатка должна быть. Как эта лопатка выглядит, было бы неплохо потрогать настоящую лопатку без кожи. Ну, допустим, треугольник. Пусть будет треугольник, да? Средне-серединная линия, вот этот набросочек я сейчас тоже попытаюсь стилизовать. Так, и вот здесь вот, конечно же, то, что ты делаешь, да? Я делаю, придаю как бы объём с помощью овалов и овалов, то есть линейный, с помощью линии пытаюсь придать объём. А надо, наверное, пойти через плоскость, да? Да, вот давай через плоскость немножко. И вот чем проще, тем лучше. Вот всё лишнее поубирать. И, конечно же, вот первый, если опереться на набросок, который уже в какой-то мере стилизован, а вот второй вариант где-то рядочком попробовать там, где вообще просто какой-то линейный набросок, и вот с него сделать стилизацию, да? То есть это более сложная задача. Ну, конечно, да, ну пока с этого. Ну, этот уже стилизован. То есть вот я вот теньку здесь могу здесь обобщить, уже допридумать. Здесь что-то, вот такую общую тень, допустим, сделать у человека, опираясь на какие-то свои там знания и навыки, анатомии там и так далее. То есть рисунок есть с натуры, то, что мы делали, а здесь это рисунок как по представлению, так называемый. То есть мы опираемся на натурный рисунок свой, предыдущий, но в принципе делаем по представлению, по воображению, по представлению. Как бы как-то типа свою анатомию, что ли, но со знанием чётким той анатомии, которая есть на самом деле. Ну, вот смотри, буратино, да, вот буратино деревянный. Ну, это схема наша, да? Это схема, да. А вот степень стилизации, это, конечно, вот у Гегамяна. Надо положить его вот сюда, чтобы я тоже на него посматривал. Это очень полезно, да, вот такой метр, который действительно нашёл свой стиль, свою степень обобщения. Вот, допустим, таз, это круг, да, вот таз человека, вот попа, да, начинается, вот талия, да, вот таз. А теперь в этот таз надо вставить бедро. А ну-ка давайте, а бедро это цилиндр. Ну, давайте, вот такой вот цилиндр, да, который закончится, допустим, таким вот треугольничком коленки, да, коленка. Коленная чашечка, вот она коленная чашечка, так. Клевать, что не получится весь набросок. Мне самое главное понять, что во что вставляется и как оно действует в пространстве. Даже может быть и, скорее всего, пусть будет неправильно, да? Ну, не обязательно неправильно, главное понимать, что это пространственная структура. Правильно сказала, в пространстве, да? То есть это структура, человек как структура, вот. А его место действия это пространство, да? Да. Точно так же, как в любой композиции мы сначала делаем сценографию. И в этой сценографии разыгрываем мизун-сцену. И здесь, да, у нас натуры нет и мы где-то можем ошибиться, но, может быть, в этих маленьких ошибках и заключается вот эта вот стилизация. Я хочу, вот знаете, вот есть место, там, где, если кто-то занимался когда-то восточным танцем, вот здесь вот есть бедренные кости, вот оно, бедро, которое вставляется в таз. Основное движение в этих танцах, это вот эти вот бедренные кости. Когда человек восьмерку крутит, да, в восточном танце, у него вот эти бедренные кости, вот они, они являются главным движителем. Вот они, бедренные. Вот здесь вот коленки пошли, да, то есть вот эти вот кости, бедра, вот они, раз, два, в соединении с тазом и делают вот это вот движение, да, которое восточный танец, да, любой танец, да, если человек бедрами умеет действовать, двигать, значит, получается движение экспромта, да. Человек иногда отпускает тело своего, и оно движется в каких-то направлениях, ух ты, и ты обрубовочку делаешь. Вот я посмотрел у Гигамиана, ну, гениальный, конечно, художник, вот у него есть, как бы, раскладка по тону, тональная, да, есть самые-самые темные места, вот они вот, самые темные места, вот, я бы на них вот опирался. А есть, как полутональные места, и кое-где есть растяжка тональная, немного ее, да, а все остальное, как бы, все состоит из плоскостей, а кое-где они даже обобщенные, вот не может быть, допустим, такого освещения, просто полоса такая по телу идет, или вот такая вот неправильная форма, такая овальная идет растяжечка, вот. Но вот это вот обобщение, оно и дает вот этот прикол, вот эту вот, вот эту стилизацию, вот в этих рисунках это особенно чувствуется. Поэтому вот я тоже ищу самые темные места. А я своего позволения сделала у человека горло, я плоско возьму, вот так вот, человека горло. Ну, вот мы сейчас даже находимся с тобой на выставке Александра Никитенко, да, а ведь он сделал свою стилизацию, да, пусть она не очень красивая эта стилизация, но то, что она в искусстве, это сто процентов. Это выставка нашего друга и студента школы Ауру Александра Никитенко, и нам за нее абсолютно не стыдно. Персональная выставка, сейчас покажем вам ее. Александр Никитенко, это как раз тот случай, когда человек настолько хотел научиться рисовать и настолько хотел передать свои впечатления и эмоции, особенно от живой натуры, что у него порой получалось лучше, чем у профессиональных художников, потому что он делал это через эмоциональный центр. И недостаток, допустим, опыта, он заменял вот такими эмоциями, да, его перло так, что он выплескивал все это на холст. И вот я ищу второй набросочек, который, где у меня вообще нет, допустим, какой-то раскладки, да, вот как здесь. Здесь есть раскладка, а здесь я уже начал рубить, то есть выходить, это я объяснял студентам, да, что вот нога цилиндр, вот здесь все из плоскостей, а вот есть такие линейные рисунки, вот хочется взять какой-то линейный, где нет этой формы, и его обобщить. Севилла, вспомните. Севилла, она очень круто обрубована, да, здесь сплошные прямоугольники идут, сплошные треугольники, да, на скручивание. Профиль, лица, фаз спины и уходящие в перспективу плечи и предплечья. И профиль таза вообще, да, скрученность очень сильная. Ну, вот такой вот поиск художника, это дорогого стоит. Ну, слушай, если вот даже брать фотографию черно-белую, посмотри, как стилизована она, освещена, да, вот давай попробуем, да, не с наброска, а с фотографии сделать обрубовочкой. Ну, давай. Попробую, попробую. Давай. Ну-ка. Так, значит, вот самое простое. Голова человека, да, это... Ну, тогда, наверное, я разверусь тоже, поменяемся, может, местами. У тебя там... Ты возьми что-то другое дело и попробуй, да? Хорошо, я со своего волна просто. Да, а я попробую сделать вот... Здесь очень хорошая светотень. Я по светотени пройдусь, как будто бы это, ну, как тебе сказать, территория темноты, куда не доходит свет вообще. Вот смотрите, вот-вот-вот-вот-вот, вот так приятненько, да, как будто бы ты трогаешь этого человека. И вот оно пошло, да, вот пошел лоб и глазные впадины пошли. Не боюсь сделать неправильно, да, пойду просто по темноте человека, так. Глаза пошли, нос пошел в перспективу удаления вниз, так. Видите, специальный итальянский карандаш, грубый. Вот хочется, да, вот так вот, пусть неправильно будет. Рот, рот, перспектива вот так пойдет у рта, вот так, скулочки. Скулочки и перспективу ушла борода, и вот, да, ну, уши, уши, да, два прямоугольничка вот так. Уши, уши, уши. Вот, я думаю, что и Пикассо, и Матис, они рубились между собой, вспомни, они набросками с живой натуры, как бы спорили, кто, кто быстрее схватит предплечья. Вот, предплечья, предплечья и плечо. Сейчас сначала плечо, плечо, плечо. Значит, смотрите, вот оно, вставляется плечо, и у плеча аж вот куда зашел, вот он, вот локоть, да, допустим. А предплечье, посмотрите, под каким наклоном у него, вот под каким наклоном. И здесь идет вот эта мышца и вот эта мышца, которая обслуживает две кости, лучевую и локтевую. Давайте вот так вот смело, смело сейчас. Хорошо, давайте, мы с Волочкой здесь пытаемся сделать стилизацию человека, по-своему привыкнуть к неправильности, так скажем. Вот, средне-серединная линия пойдет сюда, вот торс пошел, вот он, торс пошел, так, до талии. Вот грудная клетка пошла, мы знаем всех, что такое грудная клетка, когда мы кашляем, да, у нас здесь ребра, вон они, они беспрерывно здесь бушуют против кашля. Вот мы сейчас тоже эту грудную клетку, вот. Так, а вот здесь кариатит наступил, посмотрите, хоп, а кариатит, это вот он. Я прямо вот так плоскенько возьму и сделаю. Сейчас, как бы, запястье, вот, пястье, он уперся на пястье, так. А фаланги пальцев пойдут вот такой штучкой. Раз, два, три, четыре, да. О, вот он уперся, да. Локоть почему-то вывернут в другую сторону. Ну, это так у спортсменов бывает, да. Пошли, здесь грудная клетка. Дальше нам надо пойти, прежде чем рисовать бедро, нам надо нарисовать таз. Ну, вот он, да, этот человек стоит, так. Давайте таз, это шар, 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 шар. Ну, этот шар, он, знаете, как профиль профиля, но вот она, это одна половинка и вторая половинка, да. Вот он, шар. И нам в этот шар, вот он, вот оно, это место, которое у старичков ломается всегда, бедренная кость. Вот в этот шар вставляем бедро. Давайте сначала кость нарисуем бедра. Ну, вот она пошла в эту сторону, да. Самая обычная кость, вот она, да, человеческая. А теперь облекаем эту кость мясом мышц, да. Вот они пошли, мясом мышц. И вот, смотрите, знаете, что такое коленная чашечка? Спортсмены-то знают, что такое коленная чашечка. Она двигается отдельно от кости и хочет все время ломаться. Так, а, смотрите, что там произошло. Вот в эту коленную чашечку вставляется еще одна кость. Две вернее. Это вот так пойдет. Голень. Одна кость. Давайте по костям рисовать. Одна кость. И там вторая кость пошла. Одна кость пошла на... Впереди, да, впереди обслуживает впереди стопу. А вторая пятку обслуживает. Вот она, вот здесь прикасается. Вот они, две кости. И давайте сразу раз и облечем эти кости чем? Икра. А, сразу заодно у нас свет. Вот откуда, значит, сразу заодно. Вот она, тенька. Ну, давайте теньку. Что-то мне так хочется тоже стилизовать под геометризацию. Иначе я обрубовку не сделаю. А Вовочка вот уже делает обрубовку. А ну, Вовочка, что там у тебя? Покажи мне. Как архитектуру, да? Да, я пытаюсь рассмотреть человеческое тело как конструкцию. И я вот анализирую ситуацию, почему рисование по представлению дает нам какой-то материал, пищу для ума, более существенную, чем рисование с натуры. Потому что здесь мы избегаем некоторых ошибок. Вот в натуре, когда рисуем натуру, мы что видим, то и рисуем. И зачастую рисуем то, что случайно в кадре у нас, в поле зрения. Оно есть на самом деле, но без него можно было бы обойтись. И тут как бы мы должны подключить не только правое полушарие, которое отвечает за образное мышление, мы должны подключить логику. Это левое полушарие. А логика должна подсказать нам, что надо обобщать какие-то моменты. И вот я их сейчас пытаюсь обобщить. И сделать вот такие вот растяжки. Я подсматриваю у Валерия Гагамяна. Вот, подсматриваю вот эти растяжки. Они тоже играют очень существенную роль. То есть вот эти даже чисто технические приемы, вот растяжки от темного к более светлому. А потом бах, и пошло какое-то пересечение. Вот. В другой совершенно нереалистичной плоскости. Вот, как бы перечеркивает фигуру. Он сильно с тобой в реализме. Понимаешь, нам надо этот реализм. Вот мы пытаемся от него избавиться сейчас. Не то, что избавиться. Пусть он будет. Нам нужен человек. Ну, что такое стилизовать? Ну, чтобы стилизовать его. Не один к одному сделать. То, что мы видим. Надо войти в состояние. Мы сейчас вошли в состояние, когда наша рука делает то, что хочет наш... Весь организм, не только мозг. Весь организм делает это. И вот мы теперь смотрим, где бы сделать, допустим, общую территорию общей тени. Как говорим, Брандта. Да? Общая территория. О, да, да, да. Вот обобщение. Ух ты. Обобщение. Очень интересный момент. И я здесь, допустим, голову повернул, как я хотел. Не так, как она у меня в натуре была. Да? То есть у нас здесь уже как бы свобода выбора. Вот. А я себе вот считаю, что так будет более выразительно. Так? Я думаю, что сейчас, если в преддверии вот этого нашего человеческих структур, мы же хотим сейчас сделать, да, переблетение человека с растением, переблетение человека с животным и так далее, мы сейчас, если разрисуемся в неправильности и в своей стилизации, мы сможем и с натуры, когда у нас будет левра позировать, мы и с натуры сможем двигаться более смело. Потому что, если мы будем повержены реалистической натурой, повержены на обе лопатки, толку не будет. Ну-ка, давай посмотрим, какие у тебя еще здесь стилизации есть. А вот они, смотри, какие. Ты, конечно, с этими овалами очень круто. Потому что ты как будто бы они прозрачные. Овалы это то, что как раз для архитектора очень... Вот, смотри, это самое настоящее архитектурное строение. Посмотрите, да? Заха Хадид брала кости, да, человеческие. Не только человеческие. Не только человеческие. А мы будем брать самого человека в различных непонятных позах. Вот, посмотрите, какая поза. Вроде монументальная, но в то же время чуть-чуть реалистическая. Какая цельная, теневая территория. Вот, это настоящая архитектура. Да, можно такой дом выстроить, который будет похож на женщину. Да, но вот теперь из этого надо, из учебной работы надо выйти на еще большую степень обобщения и стилизации. Это все-таки кратковременные наброски. У меня очень линейно. Надо больше протекать вовнутрь. Линейно, но вот взаимодействие структур очень хорошее, отдельных частей тела очень хорошее. Ну, это просто из-за того, что я внимательная. Внимательное, маккратное рисование. Как будто бы человек, знаешь, какой, как будто человек прозрачный. Так хочется сделать. Я у тебя сплю еще, я взрослый. Интересно, правда же, когда нас, как бы, никто не трогает, мы себе стилизуем, так как мы хотим. Сейчас попробую стилизнуть немножко. Вот набросок, в котором есть достаточно сильная степень стилизации, можно даже с ним поработать. Вот самим наброском еще больше его геометризировать и постараться вывести на... Хочешь? Посмотри, как сидит. Да, классно. Это бомба. То есть мы взяли эту книгу, которую Паша и Стония нам привезли из Амстердама. И здесь такие классные... Ну, это книга анатомическая, да, вы знаете ее. И вон, посмотрите. И здесь есть такие крутые фотографии, которые помогут нам, помогут нам понять человеческую... Вот они, лопатки. Значит, я провашу, они треугольники. Да? Ну что, оставить тебе этого темненького. Ну, значит, оставить, я попробую его сделать. Он крутой. А ну, давай попробуй. А я со своего наброса. Вот как бы можно свой набросок какой-то дорабатывать. Вот. Используя различные тональные отношения в растяжке. Да, вот как гигамян. Да, вот гигамян, смотрите. И даже разный штрих, посмотрите. Да. Вроде бы все написано углем, хотя, скорее всего, вот это не уголь. Вот, вот это уголь. Да. И как бы вот разные фактуры, но все геометризировано предельно. Вот. И как бы ничего лишнего. Вот пытаемся вот так вот сделать. Можно я вот эту возьму и плоскенький. И даже характер штриха можно менять. То есть можно брать разные материалы. То карандаш я беру, то сепию, то итальянский карандаш. И можно то прозрачный штрих делать и по форме. по форме, то в одну сторону. А где-то какие-то моменты, да, вот допустим, как бы, вот. Вот эти вот два объемчика, грудная клетка и пошло на таз, переход. Раз, и где-то перечеркнуть. Опять же, как у гигамяна. Так. Вот. И не обязательно грудь делать реалистическую, прямо вот шары какие-то надувные. Вот может уже рубануть. У него там тоже, кстати говоря, есть обнаженка, там где вот он рубит формы женские. И получается очень выразительным. Вот. Вот. Это свой заканчиваем. А вот можно взять, ну по фотографии мы не рисуем, но считаем, что перед нами натура, да. То есть в данном случае у нас учебный процесс. Вот. И мы берем и вот нашего героя. Попробуем. Фрагмент его. Видите, беру плоскенько и делаю вот этот набросок плоскенько. Так. Ну что, попробуем. Фрагмент. Вот плечевой пояс, да. Голова. Голова, шар. И вот мышцы. И вот мы должны не все нарисовать, что видим, а только вот то, что мы считаем самым главным. Как это сделать? Ну, во-первых, надо очень сильно расфокусировать зрение. Вот я только фрагмент беру. Там бицепс, трицепс. Вот это все сзади в три четверти. Вот. Шарнирчик локтевого сустава. Вот. Немножко спины. И вот переход на грудину, грудные мышцы. Хорошо проработанный. Такой человек накачанный. Вот. И как бы где-то, если я в пропорциях где-то ошибусь, не страшно. Мне главное конструкцию и обобщение. То есть, саму схему понять, что я буду сейчас обобщать. Потому что передо мной как бы реалистическое изображение. Вот. А я его как обобщаю? А это же шар. Вот я кручу этот шар головы. Да. Причем этот шар, он находится в воздушно-пространственной среде. Поэтому я по нему кручу вот эти овалы, которые очень люблю крутить. Вот у него ось есть, да. Ось обычно вот от подбородка до макушки. Вот так мы представляем себе ось. И вот ищем вот его самую верхнюю точку. Верхнюю точку. И вот я все время выкручиваю этот шар. Стараюсь обобщить. А шар этот посажен на цилиндр шеи. Да. И где-то в каком-то месте мне надо привязать еще ухо. И в то же время вот теперь уйти. Вот обычно на этом этапе мы останавливаемся, да, потому что мы со студентами изучаем вот эту вот ситуацию. А я сейчас вот эту вот рубану вот эту шею, цилиндр шеи, который идет сюда. Вот. Вот здесь у него там пошли уже мышцы. Мышцы перекрывают частично пошел вот этот треугольничек от как они называются, я забыл. Мышцы. Капюшонные мышцы, да, вот они капюшонные у него ярко выраженные, такие аж вздутые, да. Но цилиндр шеи я не просто делаю цилиндр, я его рублю. Вот такое вот. Тень, не хочется реалистическую. Ну, и вот где-то что-то надо обобщить. Вот спина, плоскость спины. Я уже делаю не так, как на фотографии. Как бы мы видели это с натурой. А делаю более такими, обобщая вот эти плоскости, так, тяну и руку потянул назад сюда. Вот. Дельтовидная мышца, обобщение, где-то вот так. Слушай, круто. Вот видишь, у тебя архитектурное мышление. Архитектура очень сильно помогает. Я помню, как ты в училище вообще шмалял. Помнишь, как ты рыбака нарисовал в училище? Как будто это не живой человек, а знаешь, какая-то груда геометрических предметов. и тебя хвалила Тамара Ивановна, помнишь? Да. рыбака. Это круто было. Тамара Ивановна преподавала, кстати говоря, не только у нас, но и преподавала у самого Гегамяна, который намного старше нас, которого уже нет с нами. Вот. такие учителя, конечно... Годочка, смотри, я плоскенько, я тебе сейчас дам попробовать, это такой кайф. Вот просто итальянский карандаш, и посмотрите, вот плоскенько, мы можем... Вот просто смотри, растяжка получается. И нам надо, допустим, у нас свет вот отсюда идет, да, значит, нам надо вот здесь животик и грудь дать в темноту. Раз, далее, вот пошла. И, допустим, плечо, да, где у нас плечо, темнота плеча, вот она пошла. Мы плоскенько, не тратим много времени, просто вот так стилизуем, да, и предплечье тоже темное, да, а вот, допустим, локоток можем выделить, да, и вот, допустим, вот она, да, допустим, раз, два, три, четыре, и вот запястье, а пальчики уже можем спровоцировать свое движение кисти, да, кстати, пальчики идут вот аж откуда, вот откуда пальцы начинаются, значит, вот эти костяшки очень важны, а голова там где-то ушла туда, за плечо, вон она, и вот, спокойненько мы можем плоскенько вот так вот залить темную территорию, у нас сразу фигура делается монументально, видите, вот, вот эта косточка, да, в таз вставляем косточку бедренной, вот она, да, допустим, рисуем кость бедренную, которая вот идет, а потом облекаем ее мышцами, а вот тенька пойдет, вот смотрите, когда, вот где мышцы качать надо, рисуя плоскенько, поэтому у нас сейчас, когда мы будем структуры человеческого тела делать, да, там переплетение с животными, с растениями, церковые, там, движение, переплетение воинов между собой, мы обязательно просим всех, чтобы взяли много-много материалов с собой, и даже цветные бумаги какие-то, видите, вторая нога не поместилась, ну и нам, ну и не надо, чтобы она помещалась, вот, нам самое главное понять, как мы в темноту увели, вот, вот эту вот, о, ситуацию, вот здесь вот цвет будет, да, допустим, все, я уже смелая, да, в рисунке, а следующий рисунок, вот, а вот я, ну как, нежная в рисунке, это как бы уже не очень интересно, а вот смелой, интересно быть, по-гигамянски, по-леонардовски, вот, кидаем на пол, еще что-то делаем, пробуем, у нас есть еще? Вот предлагаю сделать копию с, ну, фрагмента, не обязательно весь рисунок, но вот у него великолепный рисунок, портрет молодого Каукасина, кавказца, по-русски, да, вот, молодого кавказца, и вот посмотрите, вот просто пройдитесь, постарайтесь, чтобы понять логику его мышления, вот, художника, вот сделать фрагмент, даже если вы весь не сделаете, копию всего, то вы поймете, как он вроде бы, такой обобщенный образ, вроде бы, очень обобщенный, да, вот попробуем сделать, гигамян, да, вот именно с гигамяна сделайте копию, а ведь у него тут столько плоскостей, и все они в растяжках, и все они не просто так быстро идут, а я смотрю, что он прекрасно знал Анатолий. Конечно, он всегда и наседал, чтобы все студенты знали Анатолию. Да, и у него вот от полутональных таких плоскостей вот, до более темных, ну вот как бы, как мы всегда начинаем, да, мы начинаем вот потихонечку подкрадываться, подкрадываться к там более темному, потом выйдем на более темную, от больших плоскостей, вот, мы идем к более маленьким плоскостям, то есть от большего к меньшему, уже начинаем уже искать пропорции в более мелких, и у нас там есть, допустим, более темный какой-то материал, который мы можем уже раз, потом уже и подчеркнуть вот эту вот более темную плоскость. Великолепно, конечно, да, великолепная работа. Попробовать с него сделать копию, ну как копию, попробовать подъездовать, вот я сейчас тоже пробую но постараться сделать это не перестеклофонить, а вот именно чтобы понять, пойти по его логике, когда мы идем по логике художника, вот, мы начинаем понимать, а что же, как он мыслил, вот, мы как исследователи должны действовать, вот. У нас, честно говоря, натюрмортная деятельность, она, как тебе сказать, нас уже не удовлетворяет. Натюрмортная деятельность, прекрасная деятельность, но это штамп, да? И она, ты понимаешь, натюрмортная деятельность, она для, сейчас я скажу, для кого, для ленных умом, и для ленных духом. Вот он стоит себе натюрморт и никуда не убежит. А человек, допустим, в какой-то позе позирует очень короткое время. И здесь приходится, как тебе сказать, мобилизовывать свои силы для того, чтобы его схватить, да еще и в какой-то архитектурной такой вот, вот, смотрите, я вот делаю гигамянскую девушку, вот эту, пробую мыслить, как он, очень сложно, это по-мужски, это смело, так, вот пойдет такой параллелограммчик, а потом пойдет рука, посмотрите, какая у него стилизованная рука, пясти, вот оно, а фаланги пальцев, раз, два, три, раз, два, три, два, три, раз, два, три, чтобы живая рука была, надо все анатомические части человеческого тела все-таки каким-то маленьким геометрическим образом показать, так, вот она стоит, да, нам же надо такую позу дать, вот таз, и вот от таза тут плоскости, он сам эти плоскости придумал, помнишь, когда мы рисовали обмажорку сейчас, летом, помнишь, как мы цеплялись за тазовые, освещенные, и как ты искал, где крестец, помнишь? так, надо обязательно трусы куда-то деть, чтобы увидеть крестец, вот он, крестец, а геометр все-таки натура не обнажила крестец, да, нам пришлось раздеть полностью человека, чтобы увидеть, где вот этот вот срощенный позвоночничек, вот он, позвоночничек идет из многих частей, а крестец это срощенные кости, почему там радикулит бывает, потому что они не могут никак друг с другом сотрудничать, а вот гигами он взял и сделал такие импровизированные, знаете, такие есть трусы, которые пояс, в пояс ударяются женщине, вот, и сделал крестец четким, черным, да, а вот эти половинки хорошо идут, и посмотрите, какое он вставление сделал, не круглое, а ровное вставление он сделал, в таз, ровное вставление бедра, и бедро просто сделал геометризированным до невозможности, одно бедро, и вот второе бедро, второе бедро пошло темным у него, вот, а вот они половинки, он их тоже перпендикулярными такими, то есть, не перпендикулярными, извините, а параллелограммами такими сделал, трапецийками, параллелограммами и ромбами, видите, вот, когда учишься у мастера, вот, понимаешь, да, я думаю, что если Леонардо тоже взять, процитировать его рисунки, особенно вот этих уродцев, которые, помнишь, он преследовал всегда, выходил на улицу, искал, эмоции, эмоции, кто там из уродцев гуляет по Венеции, и он не стеснялся их призывать в мастерскую для того, чтобы просмотреть их отличия от других людей, слушай, ну я вот поняла, знаешь, что у Гиганя у него нет круглых дел, да, у него есть овальные и у него есть прямоугольные, и растяжкой он хорошо пользовался, тут столько, вот как фильм, 50 оттенков серого, тут их не 50, тут их 150. Сейчас покажем его лицо, вот он, Валерий Гигамян, да вот я могу и живопись его, вот он, 25-м родился, в 2000-м ушел, это человек, легенда, написано, уявить женку, якщо можете в цей момент захопливаться нею, то вы можете житый, вот он, живопись какая, тоже рубленая вся, видите, какая, ну, опять же, скажем, что, может быть, мы и не хотим такое, да, как он, но, стилизовать с его помощью, посмотрите, как он стилизовал, да, женщину, скорее всего, что это роспись какая-то, картон Олия, он на картоне рисовал, вот, каких он делал, монументальных баб, смотрите, оно же запоминается, а сделаешь обычную женщину, ну, то все, вот портреты, посмотрите, какие, образы, образы искал интересные, вот, он армянин, и вот смотрите, здесь, вот это, нарочена, посмотрите, четкая нарочена, перепуганная на свадьбе, что ей предстоит, да, причем, три образа, молодая, пожилая, старенькая, так, посмотрите, негритянку, как он за африканка вжел в тому, да, вот эти, конечно, это бомба у него, вот рисунки тоже, посмотрите, какие у него, а вот обычные такие бабы сидят, в педине, позируют на худографе, он из них тоже попытался сделать такую рубленную архитектурную структуру, ну, уже молодухи, это же супер, конечно, так, ну, вот, конечно, Волочка, вот такие практики, да, вот это, конечно, вот это мне еще нравится, ты все на одном листе, а я четыре листа, ну, у тебя же масштабы, да, а я тут на одном листе, ну, тоже, как бы, очень много понял, не хочется, знаешь, что со скелета что-то сделать, вот это очень, вечно не знаю, из чего состоит, допустим, грудная клетка сзади, вот он, сейчас так я попробую, грудная клетка сзади, вот пошел, вот здесь способ, за что зацепиться, да, вот я вам часто говорю про негативные пространства, а вы можете зацепиться за вот это темное пятно, посмотрите, вот такое оно формы, вот зацепитесь за него, сделайте сначала его, и оно будет вам служить как модулем, вот, и к нему уже подвяжем все остальное, вот нарисуйте его, видите, как проще, чем если бы оно было какой-то аморфной формы, а вот нам художник предоставил возможность быстро зацепиться за нужную форму, и потом вот полутональная, седалищная мышца, такая крупная, да, и вот какой она формы обобщенной, вот, вот видите, как он обобщал, вот, а от этой, от этого модуля идет такая полутональная здесь подвздошная такая впадинка, вот, и пошла она сюда, и здесь темнее, здесь светлее, но мы уже можем нарисовать вот эту форму, вот, то есть, как бы при желании можно все это и подробно сделать при наличии времени, но нам надо понять сам ход мысли, как мы, вот наша методика, как мы будем действовать для того, чтобы обобщать, и учимся сейчас у хорошего мастера, вот, и вот, раз, вот это самое темное пятно, можем заштриховать, вот, вот в чем у меня улочка, я не знаю, из чего состоит лопатка человеческая, вот она, это треугольник, который, вот здесь, крючочком цепляет ключицу, которая впереди идет, вот он, этот треугольник, вот сзади скелет, так, вот они, эти позвонки наши, и вот эти ребра, которые, таким красивым образом, такими крючочками, зацепляются за эти позвонки, вот они, сколько-то там пар ребер парных, и здесь вот есть пара ребер, которые в одиночном идут, которые вечно ломаются у людей, когда они падают на копки, так, а вот она наша лопаточка, она такая красивая, вот смотрите, какая она, она, знаете, если копать землю, и вот такая лопаточка, вот она, посмотрите, вот, вот, да, и вот здесь у нее есть такой отросточек, вот он, пошел сюда, и с той стороны зацепил ключичку, это вообще, вот эта передняя часть ключичка, а вот эта задняя часть лопаточка, это так круто, Когда ты берешь и со скелета просматриваешь, какие внутри у нас происходят важные вещи. Даже больше с уважением будем относиться к своему позвоночнику и к своим ребрам, когда мы вот так это все зарисуем. И вот было бы неплохо, чтобы наши все студенты зарисовали вот таким вот диким образом скелет человека в разных позах. Это очень круто было бы. Уже не говоря про таз. Сейчас таз исследуем. Вот таз вот здесь хорошо исследовать. А вот здесь живой таз. А, живой таз еще лучше. Да мне хотя бы посмотреть, кто это такой. Сейчас, сейчас, сейчас. Где этот наш тазик? Я так хочу его... Почему он таз? Вот именно. Почему? Сейчас скелет таза. Ищем, ищем, ищем. Вот он. Ну, здесь в какой-то такой позе этот таз. Вот он сзади. А вот это круто. Сзади посмотреть. Вот человек сзади, да? А ну, давайте посмотрим, что такое таз сзади. Вот смотрите, вот пришел, допустим, позвоночник. Извините. Вот пришел позвоночник, да? И вот начинается крестец. И он треугольный, да, этот крестец. Ну, там позвоночник, это мы потом будем рисовать. А сейчас давайте таз в профиль. Вот никогда не знаю. Вот это вот копчик, хвост, да? Вот это все недвижимое. Вот это все как бусики, да? Позвоночнички. А вот это крестец и хвост, человеческий копчик, они недвижимые. Это как одна кость здесь получается. Ну, я думаю, что там сопоставление нескольких костей, но недвижимо. А теперь пошли таз. Ух, как же он идет. Вот так идет. Так, это профиль таза, да? А потом вот так идет. А вот здесь у него есть какая-то дырка в этом тазе. Вот она. И вот здесь она идет. Соединяется со второй половинкой. Там где-то вот здесь соединяется с половинкой. Короче, вот это вот все негативное пространство. Вот оно. А таз, он как будто вот так, знаете, за ручки взяли, как мамы, помните, нас купали в тазике. И вот эти вот дырки, я думаю, что каждый в себе знает, что эти дырки специально для того, чтобы облегчить эту кость. Она очень тяжелая. Кстати, у нее здесь такой бордюрчик есть, как вот, знаете, в тазиках, чтобы детки не ударялись. У них есть такие впадины, бордюрчики. А у нас есть, что-то природа придумала, да, что вот здесь дырки. То есть, ну, нету кости, да. Кость, вот она пошла, какая-то такая интересная. Это профиль сзади, так. Вот если бы я не нарисовала этот профиль сзади, я бы не знала, как мой таз выглядит. И куда вообще вставляется? Вот куда. Да, вот здесь вот есть такая впадинка, и сюда вставляется головка бедренной кости. Вот это вот, которая теряет очень сильно всегда кальций. Вот здесь вот вставляется. Вот она. Вот бедренная кость. Самая длинная кость в нашем организме, так. И вот смотрите, что происходит. Как только человек стареет, у него кальций теряется. И вот здесь вот начинаются вот такие вот изменения, да, рыхлая ткань. И все. Человек падает, у него эта головка бедренной кости ломается. И потом начинаются всякие шпильки там вставляют, чтобы... Поэтому надо закалять свою костную ткань, просматривать ее и любить. Ну, кормить кальцием. Вот я бы в жизни не поняла, как выглядит таз сбоку. А вот... Это таз, знаешь, какой? Это таз сверху. Это сверху таз. Это вообще потрясающий ракурс совершенно. Вот я хочу его изобразить. Ты его делаешь? Да, я его делаю. И вот смотрите, здесь тоже вот... Всех, конечно, будет интересовать, за что зацепиться, да. Такой сложный ракурс. Вот за что цепляетесь. Видите, вот темное вот это пятно. Негативное пространство. Вот я за него зацепился, да. Даже не понимая, допустим, если вы не понимаете, что там, да. Вы когда его сделаете, вам будет легче сделать все остальное. А вот идет у нас копчик. Только это вид сверху. Вот позвоночник. Вот позвоночный столб наш пошел вверх. Он в очень сильном ракурсе. Но если вы вот правильно сделаете вот это негативное пространство, то у вас и все остальное тоже потом получится нормально. Вот я его сделал. Вот. И сейчас я его заштрихую. И вы сразу поймете. Все остальное к нему уже потом подойдет. И будет значительно проще подтянуть все моменты. Конечно, итальянский карандаш у меня забрали. А почему у тебя забрали? Где-то у тебя длинный, я маленький только забрала. А, хорошо. Ладно, я справлюсь с сепией. Да, вообще. С сепией справлюсь. Он где-то лежит. Вот. Я просто хочу показать вам с чего начинать. Вот с этого начали. А потом уже вот как бы самая такая вот наш модуль. Так же как в человеке мы там, в голова наш модуль. Да, мы знаем, что она 8 раз помещается. И все остальное к ней привязываем. О, а теперь уже проще. И вот теперь вот эти вот темные места межпозвоночного пространства. Да. Вот позвоночник Пусин и пошел туда. Это цилиндр. Цилиндр. Там овальчики такие идут. Заходи, заходи, говори, что. Овальчики идут. Все, здесь уже вот раз уже можем вот этот таз в ракурсе уже навьючить. Вот так. Здесь у нас идут головка бедренной кости. В таком сложном ракурсе ушла в эту сторону. Вот. Здесь косточки вот эти вот подвздошные, которые вот сюда у нас идут уж как вверх. И вот вторая головка бедренной кости, вторая нога. Вот она. Вот она. Вот. Сложный ракурс. Все где-то обобщенно. Ну, понимание. Нам нужно понимание всего этого пространства. А вот эта рука. А ну-ка, смотрите, вот рука. Помните, я вам говорила. Вот пришли две кости. Вот локтевая, вот лучевая. Пришли сейчас. Пришли, да? Пришли. Вот они, да? Вот они. Которые тоже люди любят ломать. Пришли. И посмотрите, где начинаются наши пальцы. Вот. Помните? Пошевели пальчиками. Вот где начинаются. И здесь немножко есть таких маленьких косточек, которые помогают эти пальцы двигать. А вот где уже вот эти кастомачки, да? Вот они, которые мы всегда рисуем. И мы вот это называем пястьем, да? Вот здесь кожа просто, видите? А пальчики отдельно уже начинают вот где, да, быть. Потому что это кожа так здесь сделалась, да? А вот здесь кожа покрывает вот это все. На самом деле вот откуда пальцы идут. Вот они, вот они, вот они. Поэтому у пианиста, да, может октаву взять или полторы октавы. Вот эта растяжечка очень важную роль играет. Обобщаем. Обобщаем. Для чего? Я пробую, пробую стилизовать как гигамян портрет африканки. У него все в треугольниках, Вова. У него все в треугольниках. Посмотри, что творится. Он глазки, и попробуй скажи, что это не старая африканка. Сто процентная, понимаешь? Это настолько наметан глаз был, что он себе говорил, только треугольники, только прямоугольники и только трапеции. Вот посмотрите, как он раз и вот так застилизовал от скулы, а скулу он тоже взял и треугольником бабахнул. А вот она, вот эта вот наша носогубная складка, да? Тоже треугольник, посмотрите, что он творил, да? Расщелины глазиков, узкие треугольнички. Посмотрите, что он творил, да? Нос, как, знаете, как глыба камня. Как глыба камня. То есть он вообще человека, уже не говоря про губы, но давайте губы разберём. Это же африканские, да, губы. И он вот такими, смотрите, как прямоугольники. Сначала он понимал, что это рот, это яма, а вот эти вот губы, это, как, знаете, горы вокруг ямы, да? Которые вот, когда, сейчас вам скажу, когда происходит землетрясение, да, тогда земля, как бы эти горы двигает, да, землетрус. А у гигамня на свой землетрус, видите, что творится? Он сам двигает эти горы, вот губы, да, смотрите, он берёт их и такими рубит чёткими прямоугольниками. Вот очень хорошо плоскенько вот так рубить. Так, и вот пошёл он к лицевому углу, и вот пошёл на подбородок рубить. А, конечно, подбородок тоже возвышенность, да? Я так думаю, что он делал портрет земли, да, но обучаясь на человеческом, на человеческом портрете. Так, и вот он вот сюда вот завершал это всё. И вот она, скулочка, это тоже ромб. Смотрите, как хорошо плоскенько итальянским карандашом действовать по-гигамянски. Прижал лобную кость. Вот здесь немножко показал надбровный дуг, немножко треугольник защёренный глаз. Вот оно. И потом пошёл раз, надо же одеть что-то на голову, на эту. Это морщинки я не показал, потому что пожилая женщина, так. У неё есть разных возрастов женщины. Так, есть, так, вот такая. Расщелина рта сильнее. Брови, брови более опущенные, вот так, надбровные дуги. В скорби женщина много претерпела. Так. А вот, знаете, вот у негритянок, у негров бывают очень часто вздыбленные эти, как называются, ноздрички, вздыбленные ноздрички. И он взял этот нос, выстроил, как будто бы это какая-то гора. Знаете, вот она. Посмотрите, какая. А, теперь дальше пошли. Ему надо было показать, во что одета. Вот на голове какая-то такая, у неё с такими треугольными ушками, ритуальная то ли маска, то ли его. О, ну, Волочка, ты знаешь, ты заметил, что мы сейчас ещё делаем? Мы действуем, как наш учитель Михаил Шемякин, да? Он же берёт, да, чьё-нибудь произведенец, да, допустим, наскальную какую-то рисунок, и берёт по поводу его, делает свой парафраз, да, действует. Да, да, кирует испормирует. Да, потом он фотографирует лужи, облака и действует, ну, по-своему своим почерком, да? Да, то есть, уже, думаю, всё нарисовано и всё сделано. А смотрите здесь у неё. Особенно то, что сделала природа. Да. На это надо опираться. Да, но такая стилизация, которая тебе понравилась, ты можешь её немножко, как сказать, поиспользовать. Вот, допустим, мне понравилась стилизация Рембранта. Так, я её уже использую давно. То есть, соединение собственной и падающей тени. Я уже давно её использую и предлагаю своим ученикам это делать, так? Как бы стырила я у Рембранта его чуть-чуть стилизацию, или капельки вот эти вот, которые на тёмном фоне идут, кадмиевые. Стырила у Рембранта, да, спокойненько себе. Позаимствовала учителя, так скажем. А сейчас мы пробуем у Гегамена позаимствовать стилизацию человека, которая нам поможет свою найти стилизацию. Так, и посмотрите, как он просто вот капюшонная. Вот он пошёл, да, вот капюшонная. И вот территория ключиц. А ну давайте дальше. Его же почерком продолжим дальше этот портрет. Вот здесь вот есть яремная, да. Давайте её тоже сделаем, как мы умеем, да. Здесь нету, а мы сделаем. Так, вот ключички, да. Вот ключички, здесь они цепляются сзади с лопатками. И пошли вниз. А вниз мы пойдём, вот они. Сейчас, секундочку, посмотрим, где спереди. Вот он, да. Вот он спереди, смотрите, вот он. Значит, здесь идёт кость. Как она называется? Вот это, бабушка, ты не знаешь, как это кость называется? Вот она. Да, она имеет название. Ну, грудина, да. Грудина, да. Посмотрим. Дальше мы уже делаем не человека, а скелет. И пошли. Вот пошло, пошло ребро. Вот ребро пошло. Дальше. Пошло ребро. Вот пошло ребро. И вот, посмотрите, там сзади видны лопатки. Давайте сразу же. Лопатки-треугольники. Вот они. Помните, мы с вами сзади нарисовали? А теперь мы нарисуем их спереди. Ну, тоже сзади. Но мы знаем, что они есть. Так. А потом мы раз с вами и нарисуем, как цепляется вот здесь вот. Сейчас, подождите. Вот сначала вот они, да. Давайте. Ребра пошли. Грудная клетка. Почему клетка? Как птичек тоже в клетку, да. Вон они. И дальше они пошли, 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 пошли. Вот оно. Остистый отросток. Вот как он называется. Остистый отросток. Вот. И вот здесь вот, пожалуйста, надо знать, что находятся вот такие две. Вон они какие большие. Да, вот эти ключички. Есть. А вот это сзади пошло. К чему же прикреплены? Вот. Мы видим, к чему плечо прикреплено. Давайте мы плечо тоже сделаем. Вот. Это головка плечевой кости. Она состоит из двух частей. Вот. И она пошла, допустим, уже туда. Вот. Мы... Вот этот механизм, как оно прикреплено. Здесь крючочек. Скорее всего, вот к кому оно прикреплено. Вот. Вот к этой штучке, которая называется ключица. Вот здесь так это особо не видно. Ключи, надо подойти к нашему скелету и посмотреть, как оно прикреплено. Вот. Вот. То есть мы попробовали сделать, как гомян, а продолжили уже, как мы сами. Так. Вот она. Всё. Вот. Если мы будем делать такие с тобой, ну, как тебе сказать, студии для себя, мы обязательно выйдем на уровень чего-то, что нам не даёт делать легко и просто композиции. Потому что, чтобы сделать композицию, надо обязательно стилизовать человеческий образ каким-то образом. Да, вот сегодня мы по-гигамянски действовали. А завтра возьмём, допустим, Врубеля и попробуем по-врубелевски действовать. Потом Тициана возьмём. Но надо брать, знаете что, надо брать рисунки. По рисункам можно судить полностью о человеке-художнике. Продолжение следует...